Иметь крышу над головой очень важно, но не менее важно, чтобы и сам дом был безопасным и жить в нем было комфортно. Если жилье признается аварийным либо ветхим, о расселении граждан заботится государство и местная власть. Сегодня на территории края действует адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. Тему продолжат наши корреспонденты. Благодаря успешной реализации адресной программы 28 ноября в Славянске-на-Кубани получили ключи от новых квартир 9 семей. Современный многоквартирный дом по улице Промышленная 63-1 построили в 2014-2015 годах за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств краевого и местного бюджетов. В крае программа переселения граждан из аварийного жилья работает с 2009 года. К концу 2015 года количество переселенных людей будет порядка 10 тысяч. По Славянскому городскому поселению работа идет очень активно. У них осталось переселить один дом, 9 семей. И проблема с аварийными домами, которые признаны таковыми до 1 января 2012 года, в районе в Славянском будет закрыта полностью. Вообще вся программа по Краснодарскому краю должна быть завершена до 1 сентября 2017 года. Новый жилой дом построен в соответствии с современными технологиями. С высокой энергоэффективностью ему присвоен класс «Б плюс». Торжественно вручить ключи от новых квартир, перерезать красную ленточку и лично поздравить новоселов в прибыли почетные гости. Со значимым событием жильцов поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Сегодня я считаю в Славянском районе, в городе Славянске-на-Кубани действительно праздник, потому что каждый из нас мечтает о собственном жилье, о собственной крышей над головой. И вот на сегодняшний день мы с вами переселяем 9 наших квартир. Мы построили 9-квартирный жилой дом. Я считаю, что он выполнен из современных материалов. Жильцы целой улицы переехали из аварийного жилья в новые собственные квартиры. До этого люди обитали в бараках на окраине города по улице Рыбзавод, куда даже общественный транспорт не ходит. Среди жильцов есть и те, кто ждал новоселье около 30 лет. Далеко мы жили от города, очень далеко. Мы ходили пешком, в общем, очень неудобно, в магазины далеко. В общем, не было у нас ни газа, ни воды. Дождались такого хорошего времени, как говорится. Очень рады все, очень счастливы, что вот это мы, наконец-то, будем жить как нормальные люди. Программа переселения из аварийного жилья работает на Кубани уже 6 лет. И за это время новоселье отметили около 10 тысяч человек. В Славинском районе за это время расселено 79 квартир. Это 164 человека. В ближайших планах – переселение жителей 9 квартир из аварийного многоквартирного дома по улице Швейный городок, 6. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует...